Всем привет! Хочу записать обращение к сотрудникам кадастровой палаты. Уважаемые сотрудники кадастровой палаты, я хочу озвучить публично одну свою просьбу. Пожалуйста, услышьте меня, воспримите это нормально и как-то постарайтесь быть более внимательными, что ли, к людям, к старикам особенно. А тут на днях связалась со мной женщина, бабушка, ей 87 лет. Эта бабушка, ну, не знаю уж по какой причине, в общем, она вышла на сайт Росреестра и начала проверять свою квартиру на применение. Как бы странным образом так совпало, что образец проверки, да, вот на сайте указан, как проверить квартиру на обременение прав. Вот странным образом образец проверки, номер введения ограничения совпал с датой рождения ее умершего супруга. И вот эта бабушка вбила себе в голову, что на ее квартире стоит ограничение, ипотека. И бабушка не спит уже больше года, я просто, у меня слов нет. Я потратила сейчас часа полтора, чтобы убедить ее в том, что это не так. Я тысячу раз сделала запросы через сайт, показывала и объясняла, объясняла. Кучу документов мы с ней подняли, все ее документы, право на наследство и так далее. Объясняла, 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 убеждала, 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 делала вашу работу. Потому что, ребят, вы послушайте, вот эта бабушка, которая вбила себе в голову, что на ее имуществе есть какое-то ограничение. Она же, ну она же ходила по адвокатам, она ходила по разным там всяким людям, да. Эта бабушка вполне могла попасть в руки мошенников, которые бы обманом, ну представьте просто состояние этой старушки, которые обманом бы задурили ей голову и просто забрали бы у нее ее имущество. Еле-еле я отбилась от того, чтобы она мне совала деньги, я их, конечно, не могу взять и никогда не возьму. От этого отбилась и еле я ее убедила в том, что на ее имуществе нет никаких ограничений. Я спрошу сотрудники Росреестра, сотрудники кадастровой палаты, пожалуйста, больше внимания старикам. Ну это же, ну это же у нас у всех есть мамы, бабушки, мы же не сироты без роду, без племени, но немножко жалости больше к этим людям, и мир станет вокруг светлее и чище. И меньше у нас будет обманутых старух и старческих слез. Это вообще выносить невозможно. Большое спасибо, надеюсь на ваше понимание, надеюсь на то, что я смогла хоть до кого-то достучаться, хоть до одного там человека работающего, и он станет немножко человечнее, более и более внимательным к таким очень незащищенным людям.